Всем привет! Продолжаю читать перевод книги «Игровой движок Wolfenstein 3D» Автор Фабиан Сангвард Не забываем, что ваши лайки, репосты, спонсорская подписка – это все то, что будет меня мотивировать продолжать переводить эту книгу и не только эту. Поэтому, пожалуйста, выберите тот пункт из перечисленных, который вам не доставит неудобств. А я, в свою очередь, продолжаю работать над переводом. Спасибо! Сегодня поговорим о аудиосистемах того времени. Персональные компьютеры были оснащены мелким динамиком, широко известным как динамик ПК, способным генерировать квадратную волну через два уровня выходного сигнала. Вот вы видите два звуковых сигнала разной частоты, генерируемых через динамик ПК. По сей день этот динамик ПК является первым выходным устройством, который активирован в процессе загрузки. Его цель – сигнализировать о аппаратных проблемах с помощью звуковых кодов. После успешной загрузки этот динамик должен быть выключен. Но какие у него есть сигналы? Например, сигнала нет, значит неисправный блок питания, материнская плата или сам динамик. Один сигнал. Ошибок не обнаружено, загрузка системы продолжается. Два сигнала. Обычная ошибка контрольной суммы динамической памяти. Один длинный и один короткий. Ошибка материнской платы. Один длинный и два коротких. Проблемы с видео. Один длинный и три коротких. Проблемы с видео. Три длинных. Ошибка клавиатуры. Повторяющиеся длинные сигналы. Ошибка памяти. Непрерывный сигнал. Скорее всего перегрев CPU центрального процессора. Или же просто не крутится вентилятор охлаждения этого центрального процессора. Попросту говоря, кулер. Квадратная форма волны не является чем-то приятным. И как результат, некоторые люди увидели потенциальный рынок. И компании начали производить то, что называлось звуковые карты. Пользователи могли купить их отдельно и вставить в один из слотов ESA машины. Ну или компьютера. Эти карты могут быть подключены к реальным ауди динамикам через разъемы 3.5 мм. Что значительно улучшает звуковые возможности. Одни из самых известных звуковых карт были вот такие. ADLib Music Card, Sound Blaster 1.0, Sound Blaster Pro и Disney Sound Source. Хотя продажи и интеграции звуковых карт росли. Например, в 1991 году Creative продала миллион карт Sound Blaster. Но все-таки большинство ПК, персональных компьютеров, не имели звуковой карты. Что снова представляло огромную проблему для разработчиков игр. Смотрите на экран. Вы видите карту ADLib. Музыкальная карта ADLib была первой на рынке. Компания была основана в 1988 году Мартином Превеллом. Бывшим профессором музыки из Квебека. После борьбы за то, чтобы разработчики игр использовали свою карту. И, ээээ, а SDK к этой карте стоил 300 долларов. ADLib удалось убедить Taito, Velocity и Sierra Online поддерживать их оборудование. В частности, Sierra многое сделала для увеличения популярности, продав почти 3 миллиона копий King's Quest IV. Вскоре все игры стали поддерживать музыкальную карту. Так говорили тогда. Иногда не звуковая карта говорили, а музыкальная. Карта, эта карта имеет 8-битный разъем шины ISA. Карта оснащена чипом Yamaha, также известной как OPL2. Карта может выдавать аж 9 каналов звука, каждый из которых способен имитировать какой-то инструмент. Основываясь на FM-синтезе, каналы были ограничены, но позволяли все-таки слушать приятную музыку. Канадские компании, и особенно компании из Квебека, были распространены в начале 90-х годов благодаря своему технологическому мастерству. ADLib производил звуковые карты, Matrox своей видеокартой убила Миллениум, а VATCOM продавал лучший компилятор DOS-C. Позже, в 2000-х годах, AT стала одним из главных новаторов графических процессоров. Смотрим на экран. Вы видите Sound Blaster 1.0, кодовое название Killer Card. Была выпущена в 1989 году компания Creative. Это была очень неплохая карта, явно нацеленная на доминирующее положение ADLib. Она не только была оснащена тем же чипом OPL2, обеспечивающим 100% совместимость с воспроизведением музыки ADLib, но и была технологически лучше, позволяла воспроизводить PCM, это оцифрованные звуки, со скоростью 8 бит на выборку и частотой дискретизации до 22 кГц. Карта также снабжалась портом DA-15, позволяющим подключать джойстик. Самое главное, что Sound Blaster была на 90 долларов дешевле, чем ADLib. На экране вы видите модель Sound Blaster CT1350B. Обратите внимание на микросхему OPL2 с маркировкой FM1312. И шинный интерфейс CT1336 с маркировкой Creative слева. Карта имеет 8-битный разъем шины ESA. Многочисленные преимущества карты Sound Blaster перед ADLib сделали ее стандартом де-факто, вскоре после ее выпуска, и в конечном итоге привели ADLib к банкротству. Господство Sound Blaster подошло к концу с появлением в Windows 95, которое стандартизировало интерфейс программирования на уровне приложений и устранило важность совместимости с Sound Blaster. Теперь смотрите на экран, и на котором вы видите Sound Blaster Pro. Sound Blaster Pro обладал всеми возможностями Sound Blaster 1.0, но добавил поддержку воспроизведения стерео 22 кГц и моно 44 кГц. Он также добавил микшер для смешивания аудиоисточников, микрофона, линейного входа и CD. Пары чипов YM3812 по одному для каждого аудиоканала. На экране вы видите эту самую Sound Blaster Pro, модель CT1330A. Большинство компонентов были продублированы для стереофонических целей. Обратите внимание на двойной чип FM1312 в центре. Карта имеет 16-битный разъем шины ISA. Обратите внимание, что в самом левом углу карты черным светом находится интерфейс Panasonic для подключения CD-ROM. Тогда это был единственный способ подключить CD-ROM к персональному компьютеру. Ну а сейчас вы видите на экране Disney Sound Source. В 1990 году компания Disney начала продавать Disney Sound Source. 8-битный цифрово-аналоговый преобразователь, который был подключен к порту принтера, параллельный порт. Его было невероятно легко настроить, просто программировать. Он мог воспроизводить только один тип PCM оцифрованных звуков и не было FM синтезатора. И эта карта была очень дешевая по сравнению с другими решениями. Всего лишь 14 долларов США. Это сделало бы программистов и заказчиков счастливыми, если бы не одно серьезное ограничение. Полоса пропускания параллельного порта допускала частоту дискретизации до 18750 Гц. Но конструкция этой карты ограничивала частоту дискретизации PCM оцифрованных звуков до 7000 Гц. Этого все еще было достаточным для получения приятных звуков. Но этого не хватало по сравнению с 22 кГц или даже 44 кГц у Sound Blaster Pro. Максимальная пропускная способность параллельного порта в то время составляла 150 кбит в секунду. Расширенный параллельный порт и более поздний порт с расширенными возможностями значительно увеличил скорость передачи данных, необходимую для сканера и лазерных принтеров. Но это было уже позже. Давайте немного поговорим о шине. Хотя разработчики не имели никакого контроля над шиной или шинами, все же стоит упомянуть их. Как эти компоненты были связаны друг с другом? Смотрим на экран. Шина ESA, Industry Standard Architecture. Соединяет процессор со всеми устройствами, включая оперативную память. В 1991 году шине было уже 10 лет, но она все еще широко использовалась в персональных компьютерах. Путь данных к оперативной памяти имеет ширину 16 бит. Для 286 и 386 SX или 32 бита на машинах на базе 386DX. Она работает с той же частотой, что и процессор. Остальная часть шины, соединяющаяся со всем, что не является оперативной памятью, может быть либо 8-битной с частотой 4.77 МГц и скоростью 19 Мбит в секунду или 16-битной с частотой 8.33 МГц и скоростью 66.7 Мбит в секунду. Она также имеет обратную совместимость и 8-битная карта ESA может быть подключена к 16-битной шине ESA. Ну, правильный ISAA. Ну, говорю как говорю. Итак, идем дальше. Все устройства, подключенные к шине ESA, прослушивают адресную полосу шины. Каждое устройство имеет декодер адреса, который определяет, следует ли ему отвечать на запрос шины. Например, декодер адреса карты VGA отфильтровывает все, что не входит в адреса, которое начинается с A0000 и заканчивается AFFFF. А ОЗУ, к примеру, игнорирует любой запрос, который находится в диапазоне, который я перечислил. Да? Назвал выше. На практике, эффективная пропускная способность шины делится на 2 из-за накладных расходов, пакетов и прерываний. В результате, персональный компьютер, оснащенный 8-битной картой ESA VGA, может передавать данные со скоростью 1,1 МБ в секунду. В режиме 13H, поскольку размер кадра составляет 320 пикселей, умножаем на 200 и получаем 64 тысячи байт. Теоретически, теоретическая максимальная частота кадров с процессором, который тратит 0 мс на рендеринг кадра, составляет... Берем скорость, озвученную ранее, это 1,1 МБ, и делим на количество пикселей для одного кадра, а именно 64 тысячи пикселей. И получаем 17 кадров в секунду. На 16-битной карте VGA, если скорость передачи данных, а именно 4.75 МБ в секунду, делим эту скорость на 64 тысячи пикселей и получаем 65 кадров в секунду. Также нужно учесть другие вещи, которые должны были передаваться по шине. Такие как палитра, прерывание клавиатуры, ввод мышки, музыка, звуки. Например, при выборке 23 кГц оцифрованный звуковой эффект потребляет 328 байтов на кадр. Так вот, легко понять, насколько важно было ограничить передачу данных, и почему немногие программы той эпохи могли максимизировать скорость VGA до 70 кадров в секунду. Идем дальше. Стоит немного поговорить о вводе данных. Во времена, когда еще не было USB, данные могли поступать как минимум с 4 разных портов, которые и программировались по-разному. Смотрите на экран. Это параллельный порт DB25. Был на каждом компьютере и обычно использовался для подключения матричных принтеров. Параллельный порт был многоцелевым, и к нему можно было подключить, например, Disney Sound Source. Смотрим дальше. Это последовательный порт DE9. Использовался для подключения мышки. А это порт PS на 2. Использовался для подключения клавиатуры. Звуковая карта Sound Blaster, подключенная через шину ESA, имела вот такой вот игровой порт DA15, позволяющий подключаться к джойстику. В 1981 году самый первый IBM PC можно было приобрести с таким вот геймпорт DA15 по цене 55 долларов. Если перевести это на деньги 2018 года, то это будет 159 долларов. Итак, смотрим дальше. Электронно-лучевой... Монитор с электронно-лучевой трубкой был подключен вот к VGA-карте через вот этот порт DE15. Более 20 лет спустя производители все еще пытаются избавиться от этого VGA-порта. Как его сейчас принято назвать. Он был очень похож на последовательный порт. И новички часто повреждали его, пытаясь воткнуть туда мышь. Сказать, что в то время программировать игры на компьютере было сложно, было бы преуменьшением. Это был настоящий кошмар. Центральный процессор умел хорошо делать некоторые вещи, но не те, которые были нужны для игр. Лучший графический интерфейс не допускал ни двойной буферизации, ни квадратных пикселей. Модель памяти давала только 1 МБ адресуемой памяти с адресом, состоящий из двух отдельных 16-битных регистров. А ближние и дальние указатели запрещали стандартам C. И последнее, но не менее важное. Звуковая система по умолчанию могла воспроизводить только прямоугольные волны, а люди, у которых была установлена, так сказать, продвинутая звуковая карта, могли иметь любой из трех основных брендов. Тем не менее, несмотря на все эти неблагоприятные условия, команды разработчиков собрались, чтобы приручить зверя и раскрыть его силу геймерам. И имя им ID Software. Первоначально они называли себя Ideas from the Deep, что означает «Идея из губин», но затем решили сократить его до простого ID, что означает «Востребован». Это название также относится к ID части мозга, которая ведет себя согласно принципу удовольствия в фрейдистской психологии. Ну а на сегодня все. Говорить про оборудование больше не будем. В следующем видео, может быть, максимум в следующих двух, поговорим о команде, которая создавала игру. Ну а после этого перейдем непосредственно к обсуждению программной части игры. А точнее, к обсуждению программной части движка игры. Ну а теперь точно все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайк и комментируем. Всем пока.